Привет, мои хорошие, мои друзья. Надеюсь, меня слышно. У нас сегодня солнышко. Очень-очень тепло, даже жарко. Хочется уже снять зимнюю куртку, шапку. Очень тепло. По ощущениям, как будто градусов 10. Но лежит снег. Субтитры сделал DimaTorzok Наконец-то уже наступает весна. Хотя еще пашенька есть в феврале или 1 марта у меня сегодня. Короче, ролик опять с опозданием выйдет. Наконец-то зима проходит. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Перехожу дорогу. Вижу там здание. Так, сейчас мы подходим, здесь моя школа, моя самая первая школа, здесь находится самая первая-первая. Эту историю я расскажу отдельно во влоге, если не займёт сегодня этот ролик больше 10 минут, тогда расскажу, мне кажется будет лучше в следующем ролике. Про эту школу, конечно, тоже есть история, вы мои истории тоже слушаете, мне приятно, есть какой дом симпатичный. Сейчас я хочу посмотреть эту школу с другой стороны, я её плохо помню, по-моему это школа вроде, я знаю, что тут было два садика. Ну да, это должна быть школа, точно. Иногда кажется, что у меня кладовая история. Наверное, да, я расскажу вам в следующем ролике. Здесь школа 29-я, я в неё ходила. Там тоже такая обалденная, интересная история. У меня, наверное, все истории такие необычные. Хотя, мне кажется, если подумать вот так, то у каждого человека соберётся тысячи историй за полжизни. Здесь дом, смотрите, какой классный, какие балконы шикарные. Ощущение, как будто на окраине города нахожусь. Хотя я нахожусь в центре города. Солнышко слепит. А вот здесь, кстати, какая-то небольшая церковь или храм. Что-то такое. Не знаю даже, что это. Но там тоже такое симпатичное здание. Здесь вот есть такая арочка у них. Такое, как мама меня в детстве водила, смотрела и думала, что это такое. Что же там наверху находится. Здесь даже замок висит. А, с этой стороны они ходят уже. Выходили, помню, с этой стороны. Окошенный забор. Тут такой. Это уже садик. Он тоже находится. Но он тоже входит в эту историю. Здесь два есть садика. Какой из них, я точно не помню уже. Тут такой прям забор покошенный. Такое ощущение, как будто заброшенный садик. Что-то главное, никого нету вообще, детей. Вроде сегодня суббота, так-то должны учиться. Кстати, нету номеров на домах. Я пришла сюда за вещью, а номера дома нету. Если бы не было дома Ульгиса, я бы нифига ничего не нашла. Садик. Видите, как выручает телефон. Иногда. Не знаю, может, даже этот садик. Следующий может. Птички поют, как слышите? Тут так красиво, такие елочки красивые. Там даже балкон полностью застеклили сверху до низа. Здесь вот какая красота. Близко, конечно, это не очень смотрится, но дальше отойти не могу. Здесь кочек, уже плохо видно, уже все подсапалось. Собачка. А, это кошка тут. Домик какой-то. Издалека, конечно, очень-очень далеко, это очень красиво смотрится. Но, к сожалению, машина. Вот я тут. Потом люди удивляются, как я попала так в кадр. Пятачок, тигра, кенгуру, мишка. Жалко. Половина и видно заяц. Кошечка тут с собачкой. А, на самом деле, за этими воротами находится детский дом. Называется солнышко. Там маленькие детки, по-моему, даже сюда попадают новорожденные. Насколько мне известно, но я могу ошибаться. К сожалению, там не написано. Казенный дом. Здесь, кстати, хорошо выглядит. Холодание? Да. А это все заинтересовало? Продолжение следует... Я дома. Зашла еще в фикс прайс. Но это будет отдельный обзор. И зашла в пятерочку. Купила вот сахар. Одна пачка 25 рублей стоит. Ну, где-то 24 там с чем-то. Я подумала, почему бы не взять сахар. Он всегда нужен для варенья. Вот так я его не ем, а вот для варенья. Вот куда-то добавить там вот. Также я купила два чая разных. Здесь вот черный чай. Его, кстати, больше всего брали. И чай зеленый, крупный листовой. Вот. Наверное, вот этот я подарю. А этот маме подарю. Также зашла в магазин дисков. Там были акции. Диски по 50 рублей. Вот. Игры. На все игры. То есть скидка 50 рублей. Просто распродают, потому что никто уже не покупает. Вот. Я взяла вот такую вот антологию. Здесь вот. А, там смешарики, лунтики. Ну, там, короче, вот развивашки всякие. Такие вот. Ну, что, я подумала, что 50 рублей-то не взять развивашки для Димы. Там какие-то и тренировка внимания, тренировка памяти. Там учим английские слова, но это ему еще рано. Учим буквы. То есть, ну, правда, мне кажется, это классно. Всего 50 рублей. То есть она стоила 250. Уже скидка на нее. Вот. И также я купила Sims 3 с питомцами. Вернее, как тут получается, Sims 2. Где-то и Sims 3. А, ну, тут Sims 3 написано. И животные нарисованы. Короче, я захотела игру с питомцами. У меня когда-то была. Я играла. Мне очень нравилось это. Но в какой-то момент у нас с Женей произошел конфликт. И ему попался под руку этот диск. Он его просто сломал. Ну, потом у меня ноутбук сломался. И, короче, у меня игра просто пропала. Вот. И в течение многих лет я как-то так, ну, периодами искала. Ну, как-то это, не нашла так. Потом забросила. Думаю, ладно. Вот. Сейчас я купила. Здесь есть, а, вот. Здесь Sims 2 питомца. Ну, я не знаю, попробуем. Sims 2. Попробую сегодня ее установлю. Дали чек. Тоже она 50 рублей стоила. Ну, может быть, более-менее будет нормально. Там, иногда я люблю поиграть. Там, в Sims 3, Sims 4 вот я играла. Ну, так иногда хочется. Там, по вечерам. Если остается время до сна. Я иногда играла. Так же мы с вами сегодня гуляли. То есть, и я ходила. Такой у меня, смотрите, мешок. Я ходила забирать одну вещь. Ой, сейчас она свалится. Вот такую вещь. Это сковородка. С этой сковородкой тоже есть история, но она короткая. Я уже, кстати, ее рассказывала. У меня была такая сковородка. Во время мы переехали, ну, то есть, переезд был. Я ее спрятала. Свекровь ее нашла. Я решила мне отомстить. И просто ее выкинула на помойку. И все. Я даже мне ничего не сказала. Я уже размешала блины. Пошла брать сковородку. Думаю, что она лежит там в коробке. Все коробки перерыла, а ее нет. Звоню, а где сковородка? Я ее выкинула. Зачем она тебе нужна? И вообще, блин, это был просто шок. Жарить не над чем. Я даже не помню, куда я делала эту смесь. Здесь вот крышка. Она, кстати, довольно чистая. Вот. Такая вот классная. На самом деле, это у меня вторая сковородка. Первую я спустя месяц пошла на брохолку. Мы вместе с вами ходили. В брохолку. И купила там такую сковородку за 100 рублей. Точно такая же. Но не помню, что тут было по краям. Может быть, тоже чисто. Не помню даже. Я захотела такую вторую, потому что две удобные. Например, жарить блины на них. То есть сразу на обоих жаришь. И супер. Конечно, я ту сковородку прячу от свекрови. Теперь добавится еще вот эта вот. Тоже будет прятаться. И плюс крышка. То есть у той сковородки крышки не было. У этой есть. Вот. То есть так вот. Вот она, кстати, качество немножко... Ну, в не время качества она немножко лучше. Только вот здесь какие-то мятинки есть. А вот той сковородки сверху немножко мятинки. Но они не мешают жарке блинов особенно. То есть вот эта нержавеющая сталь. Мне нравится она. Ее, если там пригорело что-нибудь, можно взять железную штучку. Там потереть как следует. То есть у нее ничего не обдерется. Ничего ей не будет. Так, как, допустим, белая сковородка с покрытием. Да? Или там черная. Ну, бэушная. Что ж теперь? Если в наше время делали хорошие сковородки, что ж поделаешь. Вот. Кстати, у нее, если она движется, ее просто вот так вот закручиваешь и все. Вот кто помнит, такие сковородки раньше были. Как раз СССРовские. 90-е, 80-е, не знаю, там, да, да. У меня у бабули две таких было. Вот она мне одну подарила, а свекровь выкинула. К сожалению, у нас вот со свекровью вот такие вот непонятные отношения. То она мне притаскивает домой какие-то бэушные вещи. Пусть у вас будет, пусть у вас лежат. Хотя они мне нафиг не нужны, я ее не просила. Я их просто выбрасывала. Вот поэтому она решила мне отомстить. И выкинула сковородку. Та сковородка была очень хорошая. Тоже такая же она была, чистенькая. Вот. Ну, теперь у меня таких две. Это была моя маленькая мечта. Я уже думала, блин, у нас в Самаре нигде не продают. Я думаю, ну, наверное, когда поедем путешествовать по городам на теплоходе, думаю, надо найти. Все города просмотреть. В прошлом году я просматривала, не было. Думаю, в этот раз, в этом году в другие города поедем. Думаю, надо будет посмотреть. Может кто-нибудь это, у кого-нибудь есть, подвезет их к этому крючному вокзалу просто. И все. Вот. Даже крышечка есть. Хорошо. Как раз она подойдет и этой сковородке, и той, в случае чего. Вот. Ну, и так же, конечно, не удержалась. Мешок, мешок. А-а-а-а. Ну, не то, чтобы не удержалась. Короче, я еще добавок заодно купила вот такие вот судочки. Так, судочки вот. А, это судочки для холодца. Но они почти новые, чуть-чуть там, как бы есть чуть-чуть вон поцапанные. Но это можно помыть все такое маленькие в него. Допустим, холодец делать. Ну, как раньше вот делали. Я сначала долго думала, покупать, не покупать. Думаю, может быть, не надо брать. Проще думаю, куплю пластмассовый. Но пластмассовый со временем желтеет. И мне это не нравится. Какая-то она некрасивая становится, грязная. Вот. Думаю, а здесь всегда можно помыть. Такие вот. Много. У них есть крышечки. Только не у всех крышки там есть. Их, по-моему, шесть. А крышек что-то пять или три. Бату даже разные. Вот. Ну, такие вот. Их вот прям много. Как раз у меня все-таки два мужика. Ну, Дима тоже скоро будет мужчиной. Взрослым. И у меня муж очень много ест. Он ест две тарелки борща там или супа там. Не важно, что. Но обязательно две. Поэтому я подумала, вот одна есть большая. То есть, можно сделать поменьше. Я, в принципе, довольно давно уже хотела. Такие судочки. Чтобы делать холодец. Чтобы не занимать тарелки. Там куча тарелок. А вот именно, чтобы вот так это было. Вот. Все это, конечно, я помою. Ну, как бы, да, это бэушное. Но они довольно идеально выглядят. Довольно чистенькие. Вот. Ну, сковородка. Черт с перцами не продают у нас таких сковородок. Вот. Пришлось, приходится покупать. Как бы, я не очень люблю, честно говоря, бэушные. Особенно бэушные одежды. Вот, секонд-хенд. Я вообще терпеть не могу. Я их мимо обхожу. Но вот в плане вещей вот таких я могу купить. То есть, то есть, что я помыла, в принципе, и все. Вот. Надеюсь, вы меня не будете строго судить. На сегодня это все. С вами был канал ArtMoney. А, стоп. Стоп, стоп, стоп. Я еще купила фарш. Фарш я купила. Да, вот. Я еще и купила фарш. И печень свиную. Вот. В магазине была акция на фарш. Там зашла магазин. Я помню, что там язычки продавались как-то раз со скидкой. А это дай, думаю, зайду. Зашла там фарш со скидкой. Блин, почему бы не взять? Там такие скидки разные, интересные. Я взяла, короче, 2 килограмма. Завтра буду делать ежики, наверное. Вот. Все. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMoney. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. И также вам будет в следующем ролике история про мою школу. Как я и обещала. Мы сегодня с вами там гуляли. Так что смотрите следующий ролик. Будет интересно. Продолжение следует.